Всем привет! Есть хорошая новость, но она как-то не совсем новость. Еще 23 октября 2019 года был принят закон о том, что в электронном виде можно показывать, скажем, документы, водительское удостоверение, техпаспорт автомобиля, свидетельство о регистрации, но вроде как не было еще самой программы. Программа называлась ДИЯ. И вот вчера, 6 февраля 2020 года ее презентовали официально, и мне сразу же пришло уведомление от приватбанка, что, мол, не хотите ли вы загрузить свое водительское удостоверение и техпаспорт в электронном виде? Я такой думаю, нифига себе, конечно, хочу, потому что случаи бывают разные. Бывает, поменял курточку, такие были случаи, да, остались документы в другой куртке, либо в другой сумке, вы уехали, у вас стали гаишники, у вас нет техпаспорта, они прав, ничего нет. Поэтому как бы в электронном виде вы как бы, ну, и не покажете, это уже штраф. То есть на сегодняшний день закон никто не отменял о том, что если у вас при себе нет водительское удостоверение, а оно есть дома, это уже 500 гривен штраф. То, что оно у вас есть, это хорошо. Но если вот оно дома лежит, это уже штраф. И теперь в электронном виде с мобильным телефончиком, да, мы всегда можем показывать гаишникам, что у нас оно есть. Смотрите, как оно работает. Если вы просто сфотографируете в электронном виде документы, работать не будет. То есть это именно приложение, которое тянет, вот это приложение ДИЯ, я вам покажу ее. Оно тянет именно с сервиса МВС данные. То есть оно не показывает прямо фотографию вашего водительского удостоверения техпаспорта. Оно тянет данные необходимые для проверки гаишникам, скажем, да, которые там можно сформировать QR-код или как он там правильно называется. Они с кадром пик-пик-пикают и смотрят, как бы, что в основном. Ваш автомобиль не ваш, то есть в электронном виде в таком плане. То есть, к примеру, когда я хотел продать свой старый автомобиль, который у меня был Chevrolet Aveo, я остановился в электронную очередь на сервисе МВС. То есть мне нужно было через приватбанк либо через монобанк подтвердить, что это я. Ну, где бы действительно, да, то есть ввести пароль. И когда я зашел в этот сервис, как бы, в кабинет водителя, мне потянуло сразу мои данные. Это моя фотография, то, что у меня есть машина. То есть как бы потянуло мои данные. Думаю, нифига себе, моя фотография прямо там есть. И вот когда я зашел в это приложение, я увидел эту же фотографию. То есть оно в электронном виде тянет оттуда данные. И если, к примеру, у вас не будет интернета, то данные, если они давно не обновлялись, то они как бы, ну, гаишники, да, посмотрят, как бы данные будут, но они могут быть старые. Они скажут, так, у вас старые данные, вам это нужно все равно проверять будет. Поэтому если интернета нет и данные старые, возможно, работать не будет. Причем я некоторым людям уже сегодня рассказал о том, что это можно делать. И уже этот человек рассказал другим людям. И люди, естественно, давай загружать себе эту программу, да. И столкнулись с какой-то проблемой. У некоторых не подтягивает водительское удостоверение. У некоторых не подтягивает техпаспорт. Ну, как бы, да, что на них есть машина. То есть и так, и так бывает. То есть, я так понимаю, еще приложение, возможно, сырое. Опять же такие, данные тянет с 2013 года. Хотя вот мне клиентка позвонила, ну, написала сейчас, что у нее водительское удостоверение 2016 года и тоже в базе не видно. То есть оно там просит, якобы, чтобы вы сфотографировали его, отправили к ним. Они действительно это проявили, что оно тогда, возможно, добавят. То есть как-то вот так еще происходит. У меня водительское удостоверение раньше было выдано еще заламинированное, старое. Я его перерегистрировал в 2018 году. И у меня тянет. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Смотрите, скачать можно прямо с Play Market. Вот так вот, где оно называется. Мне пришло удовлетворение прямо с PrivatBank. Пароль вы устанавливаете. Ну, я, понятно, уже установил. Так, ну, пароль я вам не покажу. Смотрите, раз. И сразу водительское удостоверение. Следующее свидетельство по регистрации транспортного засоба. Вы поняли? И вот здесь, если нажимаем сюда, QR-код. Оно формирует QR-код, которому можно вот гаишники будут считывать его. То есть вот такая вот штука. Опять же таки, смотрите, ребята. То есть водительское удостоверение, ну, понятно, что оно должно быть в базе в любом случае сервис МВС, если оно на вас. А вот техпаспорт на автомобиль, да, свидетельство о регистрации, если оно не на вас лично, то оно подтягивать не будет. То есть если у вас машина оформлена на жену, либо на мужа, вы на ней ездите, то понятно, что данные будут подтягиваться только то, ну, на того, у кого оно зарегистрировано. Поэтому если я хотел бы ездить на этом автомобиле, и машина была на жене, мне пришло бы в любом случае возить с собой пластиковое, как бы уже удостоверение, ну, свидетельство, да, то есть без него никак. Потому что не получится, я же говорю, его сфотографировать и типа показывать в электронном виде, вот я его сфоткал. То есть сфоткать не катит. А почему так сделано? Потому что вы можете сфотографировать, к примеру, да, это, ну, например, водительское удостоверение свое. Вот вы его сфоткали и показываете гаишнику. А у вас права забрали вчера. Если по базе пробить, то да, у вас действительно конфискованные права будут, да, по этому сервису МВС. А вы в электронном виде ему показываете, оно у вас до сих пор как будто есть. Поэтому оно не будет работать. То есть оно должно работать именно с этой программой. То есть по-другому никак. Ну, в общем, вот такая классная новость. Ну, по крайней мере, для меня она была новая, потому что приватбанк меня с утра обрадовал тем, что я загрузил в электронном виде. У меня не будет теперь проблемы, да, с тем, что я забыл где-то водительское удостоверение, либо техпаспорт. Ну, в общем, думаю, информация вам пригодится. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто же подписался на канал, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы не пропустить полезную информацию. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока!